Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, нужно ли отдавать детей именно в православную школу. В отношении детей и их отношении с Богом мы руководствуемся прямым и недвусмысленным указанием Спасителя в 19 главе Евангелия от Матфея. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное, и возложив на них руки, пошел оттуда». Ну то есть приложить все усилия для того, чтобы дети со Христом были, мы должны максимально. Вот однако тут стоит уже задача родительская понять, приблизит православная школа ребенка или нет. Прежде всего, как мы помним, самый первый стих, самого первого псалма всей великой книги Псалтерия «Блажен муж и женидин на совет нечестивых». Это ветхозаветный принцип, который в Новом Завете действует точно так же. И с единственным исключением, что своей любовью, укреплением в Духе Святом христианин может даже в совете нечестивых находясь не оскверниться им. Но для этого надо приложить изрядные усилия души, которой не всегда ребенок способен. Поэтому, вот вспоминая евангельскую установку, данную Христом, и некоторые предостережения, которые из уст царя пророка Давида еще за тысячу лет до Христа человечество получило, мы и подходим к выбору школы, потому что школа человека формирует. Тоже, если мы видим православную школу, то действительно может она ребенка от многих искушений уберечь. И вот тоже, так простите за конкретику, один из священников многодетных, такого уже среднего поколения, ни молодой, ни пожилой, вот уже, ну такой, с опытом батюшка, он говорил, я вот своих детей хочу отдать в православную школу, и там он других тоже подбадрил, говорил, ну я хотя бы вот понимаю, что мою дочку, там не будут к ней старшеклассники приставать, там на переменах, как в обычной школе. Это не значит, что в обычной школе такое будет, но просто шансов больше. Больше, причем тут важно самое главное, не уроки закона Божьего, потому что в принципе и родители могут этому научить. И самое главное у нас, ну при каждом храме воскресная школа, и тоже богословские некоторые познания можно там получить. А важно то, что среда формирует. И вот тут-то очень важно выяснить, какова среда, и в школе, и в обычной, и в школе православной. Потому что такая проблема, что бывает школа православная, что среда там складывается лицемерная. Поются молитвы, дети как ангелки стоят, закон Божий ведет батюшка, может хороший батюшка, ну вот пришел, раз недельку повидался с детками и ушел. А в принципе среда начетническая, и ребенок растет, и он православие начинает ненавидеть. Оно у него ассоциируется с казармой, с муштрой. Он видит, что руководство учителя, говоря о том, какие мы верующие, какие вы верующие, а при этом ведут себя совсем не по-христиански. Но на самом деле, в принципе, ходить далеко, то же самое, что в православных семьях происходит. Родители вроде православные, водят детей в храм, потом дети не хотят ходить, потому что видят, как родители к ним между собой, к окружающим относятся, как они себя с ними ведут, и как-то не очень. Теория о православии и то, что они видят на практике, совпадает. Поэтому очень важно собрать самые различные экспертные мнения, причем, подчеркиваю, различные. Иногда бывает, дети ведут себя дурно, или дети ведут себя тяжело, но им нужна помощь родителям, точнее, нужна помощь родителей для того, чтобы ребенок в православной школе удержался. Родитель ничего не делает, потакает страстян своего ребенка, и ребенка из православной школы исключают за поведение. И родитель после этого берет и всякие гадости изливает, в интернете пишет, поэтому, возможно, найдете там три таких человека, их все выслушайте, постарайтесь не эмоции, а конкретику. Но помимо этого лучше еще послушать и других мнений. Вспоминаем, когда кто-то не согласен с тобой, брат твой, возьми двух-трех свидетелей. То есть вот этот принцип выяснения правды, который нам Господь Евангелие говорит, и в отношении подбора православной или неправославной, а обычной школы, он точно так же здесь действует. Возьми не на основании одного отзыва, а разных разнополярных отзывов. Оцени, какая рядом православная школа есть. Конечно, православная школа должна быть абсолютным приоритетом, и надо начинать с нее. Но если все-таки складывается понимание, что минусов больше, чем плюсов, то уже идет дальше рассмотрение, и смотрятся школы рядом. И тоже уже не относительно, ой, тут от подъезда пять минут идти, а туда вот 15, а тут еще вообще проехать пару остановок на метро. Нет, если даже обычная государственная школа, не православная, но там как-то более высокий культурный уровень, то в принципе уже и для души ребенка это будет легче, интереснее. Кроме того, всегда можно еще модерировать. Например, ребенок пошел в православную школу, и в детском возрасте очень ему хорошо, все там нравится, закон Божий, церковное пение, а потом действительно он говорит, ну мама, папа, как со мной там вот учителя ведут, как-то совсем нехорошо. И тогда лучше ребенка забрать, и можно в государственной школе поучиться. И он опять же поймет, многие ушедшие дети из православной школы понимают, что потеряли. А бывает наоборот, что ребенок растет в государственной школе, и пока ребеночек еще маленький, тоже душа чистая, ничего страшного особо не происходит с его душой. А потом начинается такая гадость набиваться, что правда уже ребенка лучше спасти и перевести, чтобы был у него какой-то круг общения более здоровый в православной школе. Но в заключение тоже вот блажен муж уже не идя на совет нечестивых. Мир лежит возле, и вокруг нас и наших детей всегда будут люди грешные, будут кипеть пороки. Мы должны минимизировать и всегда давать интересную альтернативу. Даже если ваш ребенок учит в неправославной школе, то обязательно ему нужен православный круг общения. В воскресной школе там молодежка, какие-нибудь православные походы, лагеря, или даже нету какой-то вот такой формальной активности. Просто, например, вы дружите с семьями, с кем-то, и собираетесь с учетом не только, «Ой, мне интересно с этим человеком». Возможно, вам не интересно с какой-нибудь там другой семьей особо общаться. Но вы видите, что ваши дети между собой общаются с интересом, и они вот настоящие христианские собратья и настоящий христианский круг общения. Поэтому можно уже даже с каким-то, может, скучным взрослым человеком провести какое-то время для того, чтобы дети рядом играли. Оба, которые стремятся к Христу и понимают, что это не стыдно, это нормально. Поэтому тоже, как мы помним, мы спасаемся в церкви, церковь сообщества верующих. Поэтому формируйте это сообщество верующих, и если видите, что уже это сообщество верующих сформировано для вашего ребенка в православной школе на основании всех разных отзывов, то смело отдавайте ребенка туда.